МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Он постоянно стреляет у всех деньги, а сам ни копейки не заработал. Я еще Полинке говорила, что, Полин, найди себе нормального парня, а не этого нищеброда. Полина Макарова последнее время жила с бабушкой и дедом. Дед тяжело болел и недавно умер. Бабушка на протяжении долгого времени откладывала деньги на похороны мужа. Но когда они потребовались, сбережений не оказалось. Следствие располагает доказательствами вины Полины в краже 300 тысяч рублей. Он эту лопату в канаву кинул и побежал, незнамо куда, сломя голову. Я ей перекрестилась. Слава богу, что этот гопник меня не заметил. Станислава Волкова обвиняет в том, что он жестоко избил чиновницу из органов опеки Ольгу Морозову. Прокурор утверждает, что Морозова угрожала матери подсудимого лишить ее родительских прав за пьянство и изъять детей с семьи. А Волков не хотел оказаться в детском доме и поэтому пошел на преступление. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Макарова Полина Ивановна. Мне 17 лет. Обвиняешься по части 3 пункта В статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в совершении кражи в крупном размере. Так 10 сентября 2019 года ты украла у своей бабушки Саврасовой Марины Алексеевны 300 тысяч рублей. Признаешь свою вину? Да ничего я у бабушки не брала. Понимаете, я жила с бабушкой и дедушкой. Дедушка болел в последнее время, и к нам ходила толпа народа. То какие-то медсестры с поликлиники приходили уколы делать, то каких-то специалистов бабка приводила. Ну, да вообще, не дом какой-то, а проходной двор. Так что я считаю, кто угодно мог взять деньги. Видишь ли, по материалам дела указано, что у тебя были обнаружены 100 тысяч рублей. Ну, так это мои деньги. Я копила их почти целый год. Да и мамка мне иногда подкидывала. И вообще я подрабатываю. Делаю маникюр подружкам и знакомым. А вот на зимние каникулы я хотела поехать отдыхать. Вот и копила. А то, что вот бабка говорит, типа, я сперла. Ну, так это вообще какой-то беспредел. А сколько я за больным дедом ухаживала, помогала, готовила. Так это вообще, что за наглость? В качестве оплаты, что ли, забрала деньги-то, получается? Ухаживала она. Ну, товарищ прокурор, давайте разбираться. Что же все-таки произошло? Да произошла кража банальная, причем очень неприятная. Девочка украла похоронные деньги. К нам, ну, 13 сентября Саврасова Марина Алексеевна, она в полицию обратилась с заявлением о краже. Видимо, долго не хотела верить, что это действительно кража, потому что буквально накануне, там, 10 сентября, она доставала, пересчитывала эти деньги, 300 тысяч рублей. А 11 сентября вот умер ее муж, дедушка нашей подсудимой. Собственно, эти деньги предназначались на его похороны. Стала искать деньги? Нет. Думала, ну, может, переложила куда-нибудь. Проверила все, насколько я понимаю, обыскала весь дом. До последнего не желая верить, что это хищение, но деньги не нашлись. Соответственно, обратилась в полицию. Стала думать, кто мог похитить. У нас подсудимые говорят о том, что проходной двор? Нет. За вот этот указанный период первые, на кого подумали, это работники скорой помощи, которые приезжали за, ну, ныне покойным мужем, забрали тело в морг. Но тщательно проверили данную версию, опрашивали сотрудников, проверяли их, ну, показания на соответствие друг другу. Нет. Никаких оснований полагать, что кто-то из работников скорой помощи украл, не было, ну, совсем. Далее стали думать, кто еще. Ну, в последнюю очередь, видимо, не хотела, как на родственницу, что на, дескать, это внучка, которая действительно была вхожа в дом. Нас подсудимые отрицало, что совершала фразу, собственно, делает это и сейчас. Но она как раз вот после того, как были пересчитаны деньги, вечером 10 сентября была в доме. Соответственно, возможность у нее была похитить данные денежные средства, и 10-го же она уехала к матери. Поскольку надо было и эту версию проверить, провели обыск, и в личных вещах нашей подсудимой, как вы только что заметили, нашли 100 тысяч рублей. Да блин, да я же сказала, что это мои сбережения 100 тысяч рублей. Ну, что здесь непонятного? Непонятно то, что на купюрах, которые по 5 тысяч рублей, которые, опять же, были у тебя найдены, следы пальцев рук и твои, и наши потерпевшие. Вот это вот непонятно, понимаешь, в чем дело. И, кроме того, одноклассницы нашей подсудимой Петрова и Семенова показали, что 12 сентября у нас подсудимая пришла в новом платье в школу и туфлях, и хвасталась, что накануне их купила в интернет-аукционе за 30 тысяч рублей. То есть накопила-то она неслабо за год-то, получается. Поэтому нашей корыстной преступнице необходимо, наверное, назначить наказание порядка трех лет решения свободы за данную. Марина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы обнаружили пропажу денег? Ваша честь, все вышло так. Эти деньги, эта сумма, это 300 тысяч, у меня была отложена на лечение мужа и его похороны. Я часто вынимала эти деньги и пересчитывала из комода при Полине, поэтому она прекрасно знала, где и какая сумма это лежит. 10 сентября утром я очередной раз пересчитала еще раз эти деньги. А вечером 10 сентября Полина закатила мне бурный скандал. Ну, это была нередкость в последнее время, но тот скандал был особый. Она кричала, что мы ее достали с дедом, что она больше не может жить в такой грязи, хотя никакой грязи у нас нет, ну, просто больной человек в доме, ну, сами понимаете этого. После этого, прооравшись, Полина хлопнула дверью и уехала. А вечером мне позвонила моя дочь Алисе и сказала, что Полина решила пожить у нее. Вы знаете, я так устала от этих вечных разборок с внучкой, что я даже обрадовалась. Ну, а 11 числа умер мой муж. Я полезла 12 сентября за деньгами для того, чтобы похороны организовать и поминки, и обнаружила, что денег нет. Ну, пришлось бегать по знакомым и занимать, брать в долг, чтобы оплатить похороны. Ну, а похороны, в общем-то, я организовала 14-го числа, а 13-го сходила в полицию и заявила о пропаже денег. Я, получается, я вырастила воровку. Ведь Полина жила у меня почти 5 лет. Я ее воспитывала гораздо больше, чем ее родная мать Олеся, которая только своей личной жизнью занималась. Олеся Михайловна, скажите, пожалуйста, действительно, дочь ваша 5 лет жила у вашей мамы. Вы как-то так вообще сняли с себя родительские обязанности, что ли? Это было общее решение. Мама мне сама предложила, чтобы Полинушка пожила с ней. Все было просто хорошо, просто прекрасно. Полинушка помогала ей по дому, ухаживала за кошкой, поливала цветочки, все делала для них. И тут, ну, ваша честь, я думаю, что это произошло с мамой после смерти отца. У нее, наверное, стресс, что-то с головой. Вы знаете, через неделю, буквально через неделю, мама после смерти папы заявила мне, что она теперь будет заниматься личной жизнью. Это у меня крыша поехала. Это значит, мне нельзя заниматься своей личной жизнью. Я твою девку воспитываю, кормлю, пою. Она у меня 5 лет живет. И что она за это сделала? Она ничего, она ничего не стала делать. А когда дед, когда дед заболел, я ведь только о вас и думала. Я ведь о себе никогда не думала. И ты не смеешь меня обвинять в том, что я думаю о себе. Ведь твоя девка у меня жила 5 лет. Когда дед заболел, она мне сказала, что она в сиделке не нанималась. Эта девка твоя внучка, родная внучка. Родная внучка. Но она мне помощи от нее, я никакой не видела. А почему она у вас жила? Вот Олеся Михайловна рассказывает, что это было общее решение. А почему такое решение было, что Полина у вас пожила? А потому что мне моя дочь Олеся попросила, чтобы Полина пожила у нее. Она ведь 5 лет назад выскочила замуж. Вот. И сказала, что типа вот ее новый муж не очень хочет, чтобы девочка жила с ними. А на самом деле она просто боялась, как бы ее новый муж глаз на Полину не положил. Мама, ну как ты не понимаешь, это недоразумение. Ну что значит недоразумение? Полинушка не могла быть воровкой. У нас вообще нету в семье воров и вообще воров. И вообще Полинушка собрала эти денюжки, копеечку, копеечку. Она же училась на маникюрщице, вспомни. И что, училась и что? Она тут сказала, что она зарабатывает этим? Нет, она не зарабатывает. Проверяла следствие данную версию. Нет у нее дохода от маникюра. Понимаете, в чем дело? Нет. Она обманывает. У нас есть свидетель, обвинение свидетель Шиян Галлина Львовна. Она может подтвердить тот факт, что никаких доходов у нашей подсудимой не было. И Полина очень нуждалась в деньгах. Пригласите, пожалуйста, Шиян Галину Львовну. Как это ты не брала? Мне просто очень вот ситуация вот эта нравится сейчас. Как это ты не брала? Интересно. Я понимаю, что девочка совершила преступление. Я понимаю, что сейчас не сильно. Бабушка матери, мать бабушки. Бабушка матери, мать бабушки. Я понимаю, внучка, но она воровка. Ты хочешь испортить ей жизнь. Я испортила. Ты должна была воспитывать свою дочь, а не сбрасывать ее мне. Ребенка воспитывают до пяти лет. До пяти лет вот именно воспитывают. И что мы разделаем в результате воровки. Ведь она никакой помощи мне не помогала. А потом в конце еще обворовала меня. Воровка она. Галь, скажи, пожалуйста, у Полины были заработки? Нет, Ваша честь. Да, она действительно занималась курсами вот этого маникюра. Делала маникюр, но толка от этого было ноль. Она даже у меня деньги занимала на эти курсы. 15 тысяч. И до сих пор мне их так и не вернуло. Ну, я когда поняла, что Полинка деньги не может вернуть, я ей говорю, Полин, давай ты мне тогда бесплатно будешь маникюр делать. В итоге она мне сделала всего лишь один раз. И то это было очень криво, косо. Она мне палец умудрилась поцарапать. Но после этого я ее, конечно же, к своим рукам не подпускала. А потом она вообще сказала, что это не ее, что она не хочет этим заниматься, и бросила. А деньги она мне так и не вернула. Ну, то есть правильно я тебя понимаю, что своих накоплений у Полины не было? Ну, я имею в виду от заработка. Откуда у нее могли быть свои накопления, если она постоянно жаловалась, что у нее не хватает на свои расходы? Типа, мама не может дать, потому что она там сама еле концы с концами сводит с отчимом. А бабушка не может дать, потому что копит на лечение деда, деньги откладывает. Вот. А, кстати, перед кражей она мне заявила, что у бабки есть заначка на похороны деда. И сказала, что деньги лучше тратить на живых, чем на мертвых. А скажи, пожалуйста, тебе неизвестно, на что у Полины деньги нужны были? Ну, понимаете, я могу предположить, потому что она постоянно жаловалась, что хочет переехать от бабушки. Она хотела снять свою квартиру, потому что у бабушки там мочой пахнет в квартире, ей не нравится. К маме она переехать тоже не может, потому что там тесно и далеко до школы ехать. И она нашла себе какую-то студию за тридцатку в месяц. Она даже туда ездила. Фотки мне потом показывала, какая там шикарная кровать, ванна, вот это вот все. А 12 сентября она пришла в школу в новых шмотках. Там платье новое, туфли новые. И заявила, что будет снимать эту квартиру за тридцатку в месяц. Я говорю, Полин, ну ты сначала мне долг верни, а потом уже там на себя трать. Ну, она вроде как пообещала, потому что деньги у нее, ясное дело, появились. Ну, а как еще, если не из бабкиной заначки? Ну, откуда? Ваша честь, вы знаете, я просто в шоке. Вы представляете, 11 сентября у Полины умирает родной дедушка. Она в это время ходит в магазин и покупает себе одежду на деньги, которые она у меня украла. Да что ж ты за человек такой, Полина? До чего ты дошла? Ты последний стыд потеряла. Да я же не знала, что дед умер в тот момент, когда платье и туфли покупала. И вообще, через два месяца я хотела подложить их обратно. Просто так вышло. Ага, то есть ты все-таки деньги эти забирала, украла 300 тысяч рублей, но предполагала, что ты их вернешь. А из чего ты их собиралась возвращать? Да мой парень обещал мне через два месяца мне их вернуть. Так что это вообще не кража. Нам просто на самом деле очень нужны деньги на аренду квартиры. Если у родственников... То не считает. Конечно, абсолютно. То есть это же абсолютно родные люди. Это фактически общие деньги. Понимаете как? И в действительности, правду Полина говорит, она уже давным-давно встречается с молодым человеком. Его зовут Антон Власов. Они собирались вообще жить отдельно. Полина собиралась вообще от бабушки съехать. Вот этот Антон Власов, он такой парень достаточно деловой, интересный. Вот, я так понимаю, собирался устроиться быстро на работу и, естественно, в дальнейшем оплачивать аренду сам. Ну, где-то им необходимо было в месяц по 30 тысяч. Давайте вот этого Власова Антона Петровича опросим здесь. И он нам действительно скажет, что умысла-то на кражу не было у Полины. Пригласить, пожалуйста, Власова Антона Петровича. Интересная позиция. Украл без умысла, да? Хотел попользовать эти деньги, потратить, распорядиться. Это вот как банк. Он же берет, он как бы проценты крутит, а потом отдает. Ну, как тут бабушке забыли сказать о процентах. Ну, бабушке можно сейчас рассказать о процентах пару месяцев. Бабушка, 15 процентов, 15 годовых. Как ты вообще, Полина, могла такое сделать? Ведь дедушка у тебя родной умирал. Скажи, пожалуйста, Антон, действительно с Полиной собирались снимать квартиру? Действительно? И кто из вас должен был нести бремя оплаты этой квартиры? Да, мы собирались снимать хату, ваша честь. Но тут тема такая. Мне Полька постоянно говорила, что задолбала жизнь со своим бабкой и дедом. Ну, я ей сказал как бы, малыш, ну не парься и решите проблемы. Ну, я же мужик, верно? Ну, и должен решать проблемы своей любимой девушки. Ну, и дал ей задание смотреть хат и присматриваться, что там да как. Ну, а сам деньги собирал. Ну, хотел оплатить наше с ней гнездышко. Полина заявила, что нечего больше терять, и мы должны жить вместе. И тут она сказала, что оплатит хату всю сама. Ну, а я заявил, что через два месяца я верну ей все деньги, которые она потратит на аренду. Да, это правда. Мы так договаривались. Мне просто очень важно было как можно скорее свалить от этой бабки с дедом и жить с Антоном, как муж и жена. Полина, подожди. То есть ты хотела взять деньги у бабушки, чтобы их потом вернул Антон? Да ты же сама понимаешь, что он бы ничего тебе не вернул. Ваша честь, я знаю этого Антона, и я знаю, что у него постоянно нет денег. Он постоянно берет в долг, он постоянно стреляет у всех деньги, а сам ни копейки не заработал. Я еще Полинке говорила, что Полина, найди себе нормального парня, а не этого нищеброда. Ваша честь, а я ведь знаю этого парня, я его видела. Морда у него еще такая вороватая. Он к нам приходил, я его знаю. Я уверена, Ваша честь, что это он подговорил мою внучку на мои денежки пожить. Мама, помню, помню. Да-да-да, ты права. Я приходила домой, а они сидели, пили чай. И вот только мы начали пить чай, а он так вот подозрительно ушел в туалет. А у меня в прихожей 500 рублей лежали на полочке. И потом бац, их нет, и денег нет. Я у Полинушки спросила, брала ли она эти деньги, и она сказала, нет. Вот, значит, кто вор. Че? Вот нафига мне ваши 500 рублей? Для меня так-то это вообще не деньги. Ну да, ну да. Да хватит поливать грязью Антона. Да я же ему верила. Дочка какая-то наизна. Если бы вообще, если бы не смерть деда и не вскрывшаяся пропажа денег, Антон бы обязательно бы нашел деньги, и мы положили бы их в заначку. Оль, да ты дура. Ну откуда бы он их взял? Вот, ваше честь, 12 сентября, когда Полина пришла в школу в новых шмотках, я тоже решила себе посмотреть обновочки. И, Полин, знаешь, кого я там встретила? Твоего Антона. И он там покупал дорогущий планшет. А откуда у Антона такие деньги на дорогущий планшет? Че ты гонишь? Да я еще удивляюсь, думаю, ну откуда? У него ведь родители совсем не богатые, а даже наоборот. Вот че ты гонишь? Ничего я у вас не брал, ничего не покупал. Да ладно? А камеры в торговом центре просто так висят, да? Посмотреть будет сложно. Антон, то есть получается, что после кражи денег у бабушки Полины она себе каким-то совершенно случайным образом приобретает там платье, туфли. Ты таким же случайным образом приобретаешь себе планшет. Да, скажи, пожалуйста, откуда такая роскошь, откуда такие деньги? Ну да, Полина передала мне 170 тысяч рублей 10 сентября. Ну я ничего не знал, откуда эти деньги. Ваша честь, я клянусь. Ну хорошо, Полина тебе передала. Это что, такая у вас обычная история? Практически каждый день она передает тебе крупные суммы денег. Ну это же было странно, ты не поинтересовался, Полина, откуда такие деньги? Конечно, Ваша честь. Я спросил, Полина, откуда деньги? Полина сказала, что на эти деньги накопила. Ну что-то типа там мать дожала и та и дала на съем квартиры. Ну вот я и хожу, смотрю квартиры. Так-то 30 штук за студию уже ушла. Нафига мне такая подстава? Ты деньги украла, врала мне все, а меня тебе подозревают. Ну и тварь же ты, Полина, меня так подставлять. Ну послушай, послушай, Антон, ну я же люблю тебя. Ну я же, я же ради нас старалась. Ну помнишь же, ты сам в начале говорил, в начале сентября. Нужны деньги, хата уходит из-под носа. Я спросила, ну точно отдашь? Ты клялся ведь. Ваша честь, Антон не виноват, он тут вообще ни при чем. Я ему врала, что бабки и мать с отчимом подкидывали. Он ни при чем. Ой, ваше честь, ну действительно, ну жертва обмана моя, действительно, подзащитная. Что вы говорите? Она, в общем, жертва даже доверчивости. Видите, она любила и любит Антона, а Антон взял, ею и воспользовался. Пришел, говорит, деньги нужны туда-сюда, а потом отдадим. Ты возьми где-нибудь. Вот она по глупости своей, по наивности-то молодой. И деньги эти, как говорится, у бабушки не украла ваша честь, а позаимствовала. Вот все мои слова, вот как на духу, сейчас подтвердит свидетель защиты Сазонова Нина Юрьевна. Пригласите, пожалуйста, Сазонова Нину Юрьевну. Ну что вы так на меня смотрите? Да я просто радуюсь, что у нас свидетель защиты помогают доказать вину Ты вообще своей дочерью, Олеся, вообще не занимаешься. Субтитры создавал DimaTorzok Слушайте, ребят. Это не последний вы вообще так на минуту призаживались. Подумайте, что это все общее считается. Мин, скажи, пожалуйста, а ты вообще хорошо знакома с Антоном, который рядом с тобой сидит? Ну да, с Полей я с детства дружу. А Антон этот просто мозги ей парил все это время. Говорил, что любит ее, а сам ей изменял. Да он и ко мне подкатывал. Я рассказывала это Полине, она мне не поверила. Ну так сильно она влюблена была в своего Антона. А самое ужасное, что никакую квартиру он и не собирался с Полиной снимать. Он просто манипулировал ей. Говорил, если никакой квартиры не будет, то и любви не будет. А Полина дура верила ему, влюбилась в него. Да ты мне, наверное, просто завидуешь. Вот хочешь нас поссорить, а потом к нему в постель влезть, да? Говори. Завидую? Да чему завидовать? Этот парень ни одной юбки не пропускает. Знаешь, что он на последней вписке говорил? Да чтобы были с ним девушки, они ради него на все готовы. И убить, и украсть, и то, что ты сидишь только из-за него. Он фотки. Хочешь, я тебе покажу с последней вписки? Можно передать, пожалуйста? Через судебного пристава вначале мне, потом Полине покажем. Передайте подсудимым. Это еще что такое? Антон, это что за бабы? Как ты мог? Я же любила тебя, ненавижу тебя. Как ты мог? Ты что, дура, что ли? Это, это он мне сказал ведь, что пора снимать хату, нужны деньги. Я ведь ему сказала, что нет у меня денег, что все бабкины заначки уходят на больного умирающего деда. Тогда он мне сказал, что наверняка у твоего, у твоего деда и бабки есть вот похороны, и чтобы я их взяла. Ну, а умирающим-то государствовать позаботиться. Вот что ты мне сказал. Ну, я и взяла эти 300 тысяч рублей. Какая же я дура. Ну, неужели я теперь буду из-за Антона сидеть? Мам, ну, мам, ну, помоги. Ну, что мне делать? Доченька. Суд удаляется для вынесения приема. Далее в программе. Он эту лопату в канаву кинул и побежал, не знамо куда, сломя голову. Но я и перекрестилась. Слава Богу, что этот гопник меня не заметил. Станислава Волкова обвиняет в том, что он жестоко избил чиновницу из органов опеки Ольгу Морозову. Прокурор утверждает, что Морозова угрожала матери подсудимого лишить ее родительских прав за пьянство и изъять детей из семьи. А Волков не хотел оказаться в детском доме и поэтому пошел на преступление. Макарову Полину Ивановну признать виновной по части 3 пункта В Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание считать условным с испытательным сроком в течение 1 года. Материал делающий прокурор. Направляю вам для решения вопроса о привлечении Власова Антона Петровича по части 4 статьи 33 статьи 158 части 3 пункта В Уголовного кодекса Российской Федерации за подстрекательство к совершению преступления. Судебное заседание не закончено. Сейчас хоть условно получили и то хорошо, ребята. Здравствуй, представься, пожалуйста. Волков Станислав Владимирович, 17 лет. Ты обвиняешься по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации в нанесении тяжких телесных повреждений Морозовой Ольге Михайловне. Так, 17 июля 2019 года ты напал на Морозову в лесополосе и нанес ей черенком лопаты удары в оба стулущей головы. Вину признаешь? Нет, не признаю. Я не трогал Морозову. Хоть она мне и не нравилась. Она с самого начала со своей опекой стала к нам приходить. Меня мать выпивает, да, нас у нее в семье четверо. Вот, и кто-то стуканул опеке, что она пьет. Морозова стала приходить. Но они мать настращали, что если она пить не бросит, то детей заберут. Вот, мать себя в руки взяла и пить бросила. Все нормально пошло. Морозова продолжила приходить. Вот, по своим личным каким-то делам. Увидела, что у нас икона старинная есть. От бабки досталась. И просила мать продать эту икону ей. Мать отказывалась. Морозова 17 июля также пришла и опять просила продать икону. Но мать отказалась. Морозова ушла. А я ее не трогал. А ты не трогал. Вот вместо того, чтобы поблагодарить человека за то, что в судьбе твоей семьи участвует, и, ну, мало того, что покалечил, еще и врет сидит. А дело было не так. Действительно, семья у подсудимого неблагополучная. Четверо детей в семье. И после смерти отца мама подсудимого начала крепко выпивать. Орган опеки и попечительства взял на контроль эту семью. Действительно, потерпевшая, я считаю, что надлежащим образом выполняла свои обязанности. Более того, убеждениями, словами, какими-то воздействиями уговорили женщину перестать пить. Она закодировалась. Действительно, длительное время не употребляла алкоголь. Стала более-менее возвращаться в человеческий облик. Однако, то есть, с контроля семью не сняли. И в один из... Ну, вот, в день, вернее, преступления, не в один из дней, а 17 июля, в ходе плановой проверки пришла в этот адрес к Волковым, а там дикая картина. Уже снова пьяная мать. Дети, девочка одной семьи, другой 14-тих вообще нет дома. И где они находятся, непонятно. Мальчик трех лет вообще брошен сам себе предоставлен. Она с собутыльниками просто спит. Ну, Морозова что начала делать? Она ее вроде как-то привести в чувство. Где дети? Что ты делаешь? Что ты творишь? Куда ты опять скатилась? Сейчас, если так будет продолжаться, у тебя забираемо детей. Все, хорош, уже нет тебе больше веры, доверия. Все, ну, лишаем родительских прав, детей забираем в приемник. И в этот момент приходит Станислав. Вот этот вот серьезный молодой человек, который решил, что он один мирил о справедливости. он начал Морозову говорить, мол, не надо, уйдите, мы все сами сделаем, сами справимся, да, там и так далее, и так далее. Но поскольку, ну, с семьей, ну, не первый год работает, понимает, что уже ничего не исправит. Непоколебимый, говорит, все, ну, собираем документы, лишаем родительских прав. Ну, и ушла из этого дома. Ну, парень решил не спускать это дело, догнал ее в лес в полосе и лопатой просто-напросто избил, нанеся тяжкие перед здоровьем. Естественно, на лопате и следы крови потерпевшей, и следы пальцев рук самого подсудимого. Сомневаться в ее вине вообще не приходится. Наказывать надо, наказывать за эту жестокость. И человек благое дело делал, он его искалечил. Наверное, ну, пять лет лишения свободы хотелось бы попросить в качестве наказания. Сколько? Вы что, офигели, что ли, товарищ прокурор? А кто кормить-то нас будет? Это же единственный кормилец-то наш. Он после учебы грузчиком работает, копейки зарабатывает. А вы-то почему не работаете сами? Сами-то чего не работаете? Так у меня Васька ему через год три месяца, ой, три года через месяц будет. Я в декрете-то, ой, ваша честь. Да в каком ты декрете? Ты никогда отродясь не работала. Надо было еще год назад у тебя детей отобрать. А я пожалела тебя. Иди, конечно. Да, изымай ты до стола. А Людмила Петровна, судят вашего сына. Вы вообще понимаете, где находитесь? Нет? Я понимаю. Я сейчас вас удалю из зала судебного заседания и все. Не надо меня удалять, если я пришла. Я внимания вся. Ваша честь, да посмотрите, она даже в зал сюда завалилась пьяная, никакущая. Нормальная. Я сразу хотела детей отнять у нее, но комиссия принимала решение, не только я. Ну и они понадеялись, сказали, что надо дать ей шанс, закодировать. Мы даже деньги нашли у нас в опеке. Закодировали. Знаете, сколько она продержалась? Два месяца и все. Ну а скажите, пожалуйста, что на этот раз вас остановило от того, чтобы инициировать процедуру по лишению родительских прав? Я пришла к ним. Вначале я приходила за неделю до случившегося. Я пришла, она с перегарящим выходит ко мне. Я говорю, Альфтин, ну как так-то? Наши труды напрасны получаются. А она мне заявляет, это не я пила, это мужик мой новый. Мне же надо личную жизнь как-то. А где трезвенника найти? Но, естественно, я не поверила и пришла еще раз через неделю 17 июля. На этот раз два мужика не какущие и она с ними прямо на полу валяются, пьянющие. Но это просто, я столько лет работаю в опеке, я ни разу такого не видела. Это самая, наверное, тяжелая семья, которая у нас существует. Ну я зашла в комнату, а там куча грязного белья. И там вообще, понимаете, Васькины вот самого младшего сына штанишки, грязные, в кале вот засохшем. Тут шорох, тут шорох услышала, на кухне забегаю, там крыса вот такая, вот прям на столе, еды нету, ну крыса вот такая огромная. Я испугалась, младший крыса. А Васька, маленький сын, вообще из миски, из миски собачьей кашу доедает. Но я выскакиваю, она, крыльце он стоит. Я говорю, я говорю, хотела позвонить сразу на работу, но тут телефон, поняла, что забыла. Я ей говорю, Стас, найди, пожалуйста, двоих своих сестер, все-таки мы вас будем оформлять в приют, а дальше и в детдом. Ну так для вас будет лучше, но это же невыносимо в таких условиях быть. А он, он очень плохо отреагировал. Он обматюкал меня с ног до головы, орал, что я бездушная тварь и что будет лучше все-таки с мамкой. Какая бы она ни была, но детям лучше с мамкой. Я не стала обращать на это внимание, вышла за калитку, он мне вслед кричит, да ты до работы не дойдешь. Ну, я не стала его слушать, пошла. А там идти, наверное, километр до автобуса на остановке. Я сто метров прошла, по правую сторону железная дорога и товарняк как раз ехал. И из-за шума я не услышала, как сзади ко мне кто-то подкрался. Толкнули, я упала, а дальше от боли потеряла сознание, потому что били меня чем-то тяжелым. Скажите, пожалуйста, а вот Стас, когда нам рассказывал, он сказал, что о какой-то иконе еще речь шла. Что это за икона? Вы действительно просили мать Стаса продать вам эту какую-то серебряную икону? Ваша честь. Ну, вы посмотрите на эту семью. Ну, какая там может быть дорогая икона? Там дороже, не знаю, ложки алюминиевой ничего у них не может быть. А если бы даже и была, она бы пропила бы уже давным-давно. Да, действительно, у нас не видела потерпевшая, что именно Стас на нее нападал. Но, как я говорил ранее, у нас есть свидетели. В частности, хотелось бы пригласить Ковригину Аллу Петровну. Это соседка Волковых. Она видела, как избавлялся от орудия преступления, от лопаты, как выкидывала. Пригласите, пожалуйста, Ковригину Аллу Петровну. Свидетель обвинения. Проходите. Здравствуйте. Я всей душой, всем сердцем помочь вам хотела. Я каким-то сердцем хотела. Что ты достала-то? Скажите, пожалуйста, Алла Петровна, где вы находились вечером? Вот вы поближе к прокурору. Сядьте, пожалуйста. Где вы находились вечером 17 июля? И что делать, Стас, если вы видели? Я в лес пошла. Ты щелистника хотела насобирать и засушить? И Юль самая пора для этого. Побородила часа два, пособирала, возвращаясь домой. И тут смотрю, возле просеки Иван-чая вырос, и стала его рвать. И тут слышу какие-то крики со стороны дорожки. Возня какая-то и топот в мою сторону. Я испугалась. Не очень хочется с знакомцами в лесу встретиться. Присела я за костик, дыхание затаило. Смотрю, Стас волков на меня несется. Мне показалось сначала, что в руке у него палка. Потом пригляделась лопата. Он эту лопату в канаву кинул и побежал незнамо куда, сломя голову. Я и перекрестилась. Слава Богу, что этот гопник меня не заметил. А вы что, его боитесь, что ли? Почему вы так испугались? Так он в такой семье мог вырасти? Ваша честь гонит все, тетя Алла. Она на меня пытается посадить, потому что ей долг вернуть не могу. Только ты смотри, ты из колонии не забудь мне должок вернуть. Я знаю, что вас там работой обеспечивают и деньги за это платят. Блин, ты из-за этой паршивой тысячи рублей хочешь меня посадить? Да верну я тебе твой долг. Верну, только перестань трындеть, что ты меня с этой лопатой видела. Не видела ты ничего. Видели тебя с лопатой, ты продолжаешь упорствовать, продолжаешь говорить, что ты ничего не делал. Хорошо, есть еще один свидетель, это Гринева Алина. Она видела, как совершал преступление. Давайте ее пригласим. Пригласите, пожалуйста, Гриневу Алину Олеговну. Гадина ты! Свидетель обвинения, проходите. Присаживайтесь. Скажи, пожалуйста, Алина, что это ты видела 17 июля? Стас кого-то бил или что-то делал? Блин, это вот вообще жесть была. Я пошла тогда в магазин, короче, и он находится на автобусной остановке. Ну, я пошла, а как раз дом Волковых находится крайне у просеки. Я проходила мимо, смотрю, Стас выбегает с лопатой. Я его окрикнула, говорю, ну, Стас, кричу, он меня вообще не слышит, ноль эмоций, короче, побежал дальше, даже не оглянулся. Я вообще не поняла, что происходит. Думаю, ну, ладно, прохожу мимо их дома, слышу во дворе какой-то рев. Я решила заглянуть, смотрю, а их мелкий Васька там плачет, один вообще, то есть без мамы, без всего. И как раз тут мамка их, тетя Аля, выходит, вся шатается, ну, как всегда, бухая. Забрала Ваську и мне говорят, ну-ка отсюда проваливай, как будто я в чем-то виновата. Ну, думаю, ладно, не в первой, в принципе, ну, плюнула, пошла по своим делам. Как только как просить какие-то завернула, смотрю, через 100 метров от меня примерно, вот как раз Стас с лопатой, а у него в ногах кто-то валяется. Я вообще ничего не поняла. Тут как раз еще товарняк проезжал, было плохо слышно, но я ему крикнул, он меня увидел и, видимо, испугался и убежал в лес. Но я решила посмотреть, что там вообще, что у него в ногах-то было. А там, оказывается, эта тетка вот из опеки. Вся такая раскорачивалась, а башка-то в крови, представляете? Ну, я вызвала скорую, ну, как-то помочь. Надо человеку. Гринева, ты совсем дура, что ли? Ты зачем меня пытаешься потопить? Тебе легче от этого ставить? Нет, тут ты скажешь, тебе легче будет или нет, если меня поставить? Послушай, тебя все топят. Соседка топит, потому что ты ей денег должен. Пришла Алина, топит, а она что у тебя должна? Или ты ей что, должен? Ваша честь, вот я встречался с этой сумасшедшей дурой Гриневой. Она мне все про свою любовь затирала. Говорит, что нам нужно в город уехать, что нам нужно там пожениться. Я говорю, мне нет до тебя дела, мне нужно брата с сестрами кормить. Она говорит, ну, и послал я ее, вот. Она теперь ходит по поселку и говорит, что отомстит мне. Вот. Она вообще сама могла эту Морозову отлупить этой лопатой, когда я ее бросил. Чего? Конечно, конечно. Я уже озвучивался о том, что лопата, ну, исследовался тщательно, на ней следы твои пальцев рук, а Гринева следов там нет. Потому что это моя лопата. Она у меня дома лежит. Конечно, я пользуюсь. Что ты еще пытаешься на стрелке перевести? Я вообще не ожидала, что ты такой чуть-чуть сделала-то. Ладно, ладно, ладно. Это я избил Морозову. Потому что я понимал, что она сейчас действительно всех нас в детдом определит. Она мне не надо. Я решил, что от нее пора избавляться. Схватил лопату и побежал в просеку ее догонять. Ваша честь, ну, вот видите, мой подзащитный признался. Как говорится, облегчил свою участь. Чистосердечное признание, оно же всегда смягчает но, мало того, есть еще обстоятельства, которые могут повлиять на суровость при уговоре, то есть сделать его мягче. Дело в том, что у меня есть свидетель защиты, который может рассказать об этих обстоятельствах. Это Волкова Вероника Владимировна, сестра подростка, то есть моего подзащитного. Она нам как раз об этих смягчающих обстоятельствах и поведает. Давайте-ка ее вызовем и допросим. Волкова Вероникова Владимировна. Прокурор припугнул, пришла. Я вот больше, чем умею. Никто никого не пугал. Скажи, пожалуйста, Вероника, 17 июля что ты видела? Что происходило? Что делал твой брат? Мы с моей мать и сестрой Катей возле магазина тусили. Нам тетя Поля, она там продавцом работает, рассказала, что мы можем продукты взять. Ну там фрукты, йогурты, колбасу. Она всегда так делает. Мы стояли, ждали, а тут Гринёва нарисовалась. Спрашивает, где Стас? Я ей, он ещё с колледжа не вернулся. Смотрю, она агриться стала. Я ей, что-то к нему пристебалась. Отстань уже от него. А она мне подзатыльник отвесила и говорит, не вякай, шмакодявка. Ну он же тебя не любит. Ну, тут она мне подзатыльник отвесила и говорит, что ты, чучела, в любви можешь понимать. Я ей, да всё я понимаю, я уже взрослая. А она тут начала орать, кричать. Типа, что мой брат заставил делать её аборт, что у неё всякие осложнения начались. Я ей, ну он же не виноват, что у тебя всякие осложнения начались. Тут она схватила палку и чуть не отдубасила меня. Еле скрылась от неё. Чё ты несёшь, что взрослая нашлась? Мне вообще твой Стас подавно не нужен. Уже давно доказали, что моих отпечатков здесь нет. И вообще твой братец во всём сознался. Чё врёшь-то? Сама заткнись. Я рассказываю то, что произошло 17 июля. Адвокат сказал мне, что это важно. Ну, у Стаса появилась другая взрослая тётка. Ну, Стас не испитнул, сексуально её не считает. Он это ради нас делает. А это платит ему деньги. Мне недавно джинсы купил, Катьке кроссы, Ваське грузовик игрушечный. Ну, в общем, она ему надоела. Ника, чё ты вообще сочиняешься? Что ты совсем с ума, что ли, сошла? Зачем вот это всё сейчас? Вероника, а ты знаешь вообще, кто вот эта взрослая женщина, о которой ты нам рассказываешь, с которой твой брат состоял в отношениях, и которая, собственно, ему платила деньги за эти отношения? Ага. Недавно звонила она ему, высветилась бабец. Ну, Стас стал с ней разговаривать. А потом вдруг резко трубку бросил и выматерился. Я тут сразу-то поняла, что он с этой тёткой Морозовой из опеки спит. Ха-ха, слышишь, деточка, тебе не удастся мою репутацию подмочить. Я не сплю с малолетними юнцами, у которых на губах молоко не обсоку. Тем более из такой семьи, как ваша. Маргиналы. Спал он с ней. Спал. Не надо. От этого все деньги были. А что ты хотела? За секс с молодыми платить надо. Не надо меня. Вот ты и платила. Скажи, пожалуйста, Стас, вот как так вышло, что ты, собственно, вступил в интимную близость вот с Морозовой? Морозовой из опеки только пришла, сразу ко мне клеиться стала. Она страшная, я забочен. У мужиков лет сто, наверное, не было. Она клеится ко мне, я думала, показалось сначала, но нет. Она то сиськами своими потрется об меня, то руку мою себе на коленки положит. Но я у нее прямо спросил, что тебе надо? Она говорит, ну приходи сегодня вечером, я тебя ужином накормлю. Ну я и пришел. А эта корова халат коротенький надела, ноги побрила, какие-то свечи вонючие на стол поставила. Я подумал, нет, ну с этой жабой я точно не смогу. Вот, она говорит, Стас, хочешь, я тебе помогу? Могу комиссию из опеки убедить, что вашей семье помочь нужно. Я говорю, ну помогите. Вот. Она так усмехнулась сразу хитро, и такая ногу мне поставила на причинное место. Я-то чуть не блевану, честное слово. Вот, думаю, ну деваться некуда, иначе нас всех в детдом упекут. Мать совсем сопьется, нельзя ее одну оставлять. В общем, высосал я тем вечером бутылку вина и переспал с Морозовой. То есть ты хочешь сказать, что вступая с ней в некую интимную связь, ты предохранял, собственно, своих братьев и сестер от того, что вас передадут в детский дом. Да, я с ней спал, и она действительно... Что тогда, расскажи, пожалуйста, что происходило на самом деле 17 июля? В общем, 17 июля она пришла в очередной, точнее, за несколько дней до этого я сказал, что больше не смогу с ней спать, потому что мне тошно от нее, она противная, толстая, и, боже, мне сейчас плохо станет. В общем, я ей сказал, что больше не буду с ней спать, пытался отмазаться, типа там работа, ну, дела у меня, вот. Но она пришла 17-го числа и сказала, что либо вы собираетесь сейчас в детдом, либо ты продолжишь ко мне ходить. Я ее послал, в общем, и понял, что она продолжит меня сейчас шантажировать детдомом. Ну, и я решил ее огреть по голове, избавиться от нее, в общем, так. Клевета все это, клевета! Клевещет он для меня в горах! Клевета, не клевета! У Стаса есть с тобой переписка, как ты ему свидание назначаешь и голые фотки свои присылаешь. Мы с сеструхой залезли в телефон брата, а там увидели тебя, голую, со своими сиськами. Они у тебя обвисшие старые, фу, как уж из паниеля. Ваша честь, простите, Стаса, не сажайте его в тюрьму. Нас тогда в детдом заберут, а мамка-то без него пропадет. Ваша честь, Стасу скоро 18 лет исполнится. Он над нами опеку оформит. Он нам очень, очень нужен. Она же все врет, что дети... Суд удаляется для увесения приговора. Волкова Станислава Владимировича признать виновным по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет орган опеки и попечительства. Встаньте. Суд выносит частное определение в адрес органа опеки и попечительства в отношении вашей сотрудницы Морозовой Ольги Михайловны. В суду стали известны подробности ее личной жизни. Суд полагает, что человек, имеющий такое поведение в свое и рабочее время, и нерабочее время, не может осуществлять правильную работу в качестве специалиста органа опеки и попечительства. На основании этого суд просит орган опеки и попечительства провести дисциплинарную проверку и привлечь к дисциплинарной ответственности вашего сотрудника. Все материалы по данному вопросу передать, собственно, в суд. Также суд просит вас оказать содействие в том, чтобы Волков Станислав Владимирович, который предоставил суду справку об устройстве на работу и у которого имеется материальный доход, мог оформить опекунство над своими несовершеннолетними братьями и сестрами. Суд просит вас инициировать вопрос об ограничении матери в родительских правах в отношении несовершеннолетних детей. В случае неограничения матери опекунство Стаса будет невозможным. Поэтому первое вы делаете и ограничиваете, ставите вопрос об ограничении матери в родительских правах для того, чтобы Стас мог ухаживать за своими братьями и сестрами. Судебное заседание закончено. Судебное заседание закончено. Знаете, еще проверка пройдет и докажет. А тебе уголовник. Не видать, у сестер, у кого. Я об этом позабочусь. Ага, ага. Работу себе найди новую сначала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова